Синоптики обещают красноярцам жаркое начало июля с резким похолоданием после 9 числа. В МЧС прогнозируют, из-за теплой погоды на водоемах край возможно ЧП с утонувшими. Прямо сейчас расскажу подробнее о погоде в середине лета. А ведь синоптики предупреждали нас, что лето в Красноярск опаздывает где-то на две недели. Ну вот кажется, та самая июльская жара наконец пришла в город самыми жаркими днями новой недели. Будет четверг и пятница от 29 градусов и повезет тем, кто будет находиться за городом. В июне было много перепадов и мало осадков. Выпало всего 66% от нормы. А вот июль будет классическим, успокоили синоптики. И даже на градус выше климатической нормы. Средняя температура месяца 20 градусов. Но как и в июне, ближе к середине лета нас будет кидать из жары в тропики. Магнитные бури по 6 баллов ожидаются 11 и 13 числа. 4 июля в Красноярске еще облачно, плюс 21. А вот уже 5-го воздух прогреется до плюс 27. Ночью комфортные плюс 14. Пик жары по данным сайта метеоинфо.ру придется на 6 и 7 июля. Солнечно, сухо от 29. К выходным градус понизится до плюс 27. Придут дожди и грозы, но сильных ветров быть не должно. В Краевом гидрометцентре предупреждают. Первая неделя июля по факту может быть еще жарче. Тенденция на потепление. Если ночью от 12 до 17 градусов, то дневная температура в среду-пятницу будет от плюс 26 до плюс 32 градусов. 8-9 произойдет арктическое вторжение. Первым это коснется северокрая. В такую жару, конечно, в МЧС напоминают, нужно либо находиться в тени, либо не забывать пить водичку. Вот как питомцы Красноярского ипподрома. После ударной тренировки они могут выпить где-то до трех ведер воды. О воде в МЧС говорили сегодня отдельно. За июнь в Крае утонули 24 человека. Причины те же. Алкоголь, неполадки техники, нет жилетов, дети купаются одни. В течение июля-августа прошлого года у нас погибло 52 человека. То есть вероятность такого же исхода у нас очень высока. В июне этого года у нас практически все погибшие несовершеннолетние. Это были подростки. Юношеский азарт приводит к очень печальным последствиям. 34 жителя Края этим летом уходили в лес за ягодами и терялись. Спасатели просят всех туристов регистрировать походы. Опасаться медведей и змей. Из новых опасностей массовые отравления в погребах. Слишком часто жители стали гибнуть, надышавшись угарным газом в подполье. Что касается лесных пожаров, погода июля не должна стать проблемой. Но уже сейчас введен четвертый уровень опасности в Ивенкии. По опыту июня в жаркие дни и вгрозы вспыхивали два лесных участка. В Енисейском районе и в Ермаковском на горном ландшафте. Представляете, это себя, по-русски говоря, пороховую бочку. Попадает искра, все это моментально вспыхивает. На одном из таких пожаров у нас было задействовано до 300 человек почти что. На одном только лесном пожаре. До 7 вертолетов работало в один день. Учитывая, какая холодная была у нас весна, давайте не будем сильно жаловаться на июльскую жару. Тем более, что предварительно в конце июля обещают дожди, как и в начале августа. Практически вот с 1 по 6 число. Анастасия Цыганова, Павел Гейнс, Новости Прима.